Итак, как получить ночь в спальном вагоне в норвежском поезде, когда ночь здесь стоит плюс еще 100 евро, к той цене билет, который вы платите за обычное место. Благодарю вас, не благодарю русским. Есть в Норвегии железная дорога. Никакой дороги. Меню в ресторане. Про норвежские железные дороги. Ну, в принципе, на вид коридор спального вагона ничем не отличается от нашего русского. Даже есть вот такие вот сидушечки, на которых можно посидеть, потаращиться в окошечко. Привет! Что вам хочу рассказать про железную дорогу в Норвегии. Железная дорога в Норвегии была построена в годы войны. Строили ее исключительно русские военнопленные, поэтому вдоль дороги сейчас можно увидеть очень много памятников русским солдатам. Окончание войны прервало страдания людей, а также прервало планы Гитлера построить железную дорогу почти через всю Норвегию до Нарвика. Поэтому она идет только до Бода. Уже до Бергена и до Ставангера уже было построено в более поздний период. Да, конечно, норвежцы думали продолжить строительство железной дороги, богатая страна, но даже для богатой страны это очень-очень дорого, затратно и тяжело. В годы войны нашим русским было не трудно это сделать. Поэтому если поедете в сторону Будды Транхейма, знайте, что вы едете по железной дороге, которую построили наши русские военнопленные. Ну вот каждому, кто едет на ночном поезде, будет выдаваться вот такой вот набор, который состоит из пледа, подушки. Это круто. Замечательный норвежский тамбур. Обязательным во всех поездах и вагонах будет бесплатный хороший отличный Wi-Fi. Туалет очень даже цивилизованный, никакой дырки. Ну вот так вкусно выглядит меню в ресторане. Не веган, но все очень традиционно. Итальянская чабата, китайская лапшичка. Исключительно местный яблочный джуз. Ну и цены исключительно норвежские. Вот, например, курица на вынос 16, поесть на месте 15 евро. Итак, как получить ночь в спальном вагоне в норвежском поезде, когда ночь здесь стоит плюс еще 100 евро, к той цене билет, который вы платите за обычное место. Ну а мне он досталось совершенно бесплатно. Что это значит быть немножко ипохондриком. И когда поезд начинает забираться в гору, и буквально за какие-то 15 минут он набирает высоту больше 500 метров, 800 метров, он начинает биться в сердце. Вы об этом сообщаете ему, проводнику. И обычно вам попадается очень классный и какой-нибудь милый девочка. А то и два, у меня было полосы два. И, в общем, выдает вам ключик от одного единственного свободного купе. Еще льва чай, кофе. И вот таким образом у меня появилась возможность рассказать вам про спальный вагон норвежских поездов. Состоит он всего лишь из двух мест. Верхнее и нижнее. Все застелено постельным бельем. То есть вы приходите и просто тупо ложитесь в баньки. А вот здесь здесь умывальчик. Здесь только окошечко. Здесь будет водичка. Шоколадочки тут лежали. Шоколадочки Шоколадочки Ну, а это вот мои герои, уложившие меня спать бесплатно в спальневагон. Ну, а сейчас я вам покажу, как выглядит обычный дорог.